Всем привет! Какое сегодня число, Таня? 27 или 6? Сегодня суббота, да? Это Таня. Привет, Таня. Она там такое натворила внутреннее, я вам не покажу. Алибаба, привет, Алибаба. Привет! Вас ждут, друзья, вас ждут. Сейчас я от них убегаю, но решил... Ну, мельком я сейчас покажу, просто вот заинтересуем. Мы сделаем где-то числа до 5 точно видео сделаем. Потому что они такое... Вулкан, привет! Они такое сделали внутри. Это Тани на заслуне. Нет, делали своими руками Алибаба и Вулкан, да? А Таня это все проектировала, разработала. И дверь у них нова. Ну, вот вы уже видите эту витрину. Там стало на 2 этажа, даже почти на 3 выше. Вот не буду сейчас показывать. Вот сделаем видео, потом посмотрите. И обои очень много. Обои очень много сейчас. Все, я побежал. Вам хорошая торговля. А я сейчас покажу, как выйти от Вайкики 2 к вам. Иду прямо до Вайкики. Все, пока. Пока. Всем я к шамар. И мы сейчас выходим, друзья. Выйдем на Вайкики 2. Ну, хотя, может, немножко вас поведу. Немножко повожу. Но, в любом случае, тут все рядом. Автостанция, джима-пазары. Которая вот впереди. Кто музыку включает? Спасибо. Я в первой части шел сюда. По улице 25 метров мы гуляли. Я пришел сюда. И в первой части, ссылочка на нее всплывет в конце, если вы не видели. В первой части мы пришли. Я показал им Конакхан магазин, как дойти до него. Где он находится. Показал в Перлоплатином, как дойти. Сейчас уже мы сделали обзор, кстати. Ну, там столько много товара нового в Перлоплатином. Там такие курки шикарные, кожаные. Блин. Перлоплатином там, слева. Конакхан. Это, собственно, можно сейчас еще... Не, не пойду, да там все приставать было. Первую часть, посмотрите. Я уже был в Конакхан. И Перлоплатином вон прям, где слово базар. И прям туда спускаетесь. Аптека, друзья, где вы можете прийти. Мой замечательный друг Омер, его зовут Омера. Зовите, если там будет кто-то другой. И скажите, что вы от ромки из Ютуба. И вот прямо вот аптека. Вот с Махмутлара сюда приходит. Это с Рыгджака автобусы 22-го, который идет сюда. Тут у него конечная. Там платформа Конаклеов Саларман Авгант. Перлоплатином, короче, двухсторонний вход. У них с правой и с левой стороны этого здания, в котором аптека. Чеодаж Кундура вон у нас тут все рядышком. Окей, давайте. Сильно я не буду уходить. Давайте все-таки по прямой пройдем. Просто там по рынку не пойду. Так. И выйдем мы сейчас. У нас финальная точка этого видео, друзья. Будет где-то примерно в районе отеля Рамира Сити Хотел. Примерно в районе этого отеля. Иду я сейчас туда. Дурак. Фастфуд дурак. Только в Турции фастфуд может называться дурак. А вот не скажу, что значит дурак. Вот напишите, кто знает. Кто успеет первым написать. Я хотел вот эту вот афишу посмотреть. Какая-то афиша интересная. Я не видел других местах. Сейчас посмотрим, что здесь. Фестиваль какой-то. Иллюзион. 9, 10, 11. Хазарин. А, тут название выступающих. Я понял. Билет можно купить на всех троих или четверых. Наверное, за 600 лир. Весь. Максим приезжает только в Анталию. Да, Ланя не захотел доехать. Тоб я вам бы его показал. Здесь расписание на крепость. 7, 15, 8, 15. Вот вы все видите. Это отсюда, а это с крепости. Давайте посмотрим сейчас, сколько времени. А, уже все, да. Пол шестого отсюда последнее. А сейчас время у нас уже почти пол восьмого. Ладно. Сказал, не пойду туда. Давайте еще раз пройду. Конакхан покажу. Текстиль, который... Там есть все, друзья. Купили у Алибабы обувь. У Митина джинсы. Перлоплатином кожу. Кожу или шубку. А за всем остальным в Конакхане. Главное, что оно все тут рядышком. Только вот Митина придете потом на рынок на какой-нибудь. Походить по рынку. Что же надо? Вот прям фонтанчик. И мы спускаемся. Я их получаю. Ой, дельфинчиков обожаю. Вот это вот обмен. Я их просто обожаю. Класс. И еще раз. Я, получается, у них был недавно. Еще раз я просто покажу, как выйти от них к Фоломода. И к Вайкики второму. И снова я здесь. Чтобы запоминали. Будет кто-то, может, сам приходить. Это шахин, который вас ждет. Вот. Ссылочка в конце всплывет на обзор, который я показываю. Я побежал гулять пока. Вот витрина. Их невозможно не заметить. И вот за ними я сразу поворачиваю. И это все большой-большой их магазин. За ними поворачиваю. И мы сразу выходим в сторону магазина Фоломода. В конце всплывет ссылочка, друзья. И на обзор обуви. И на обзор курточек первоплатином. И на магазин Конакхан. Где шахин сейчас, который я вам показывал. Он вас ждет. Человек наш. Экс-СССРовский. Поэтому никаких проблем в общении не будет. Главное, что всем, кто от меня, хорошие-хорошие скидки. Это школа у нас впереди. Там книжный магазин, куда мы ходили. Кто смотрит все мои видео о Гарри Поттера. Мы там покупали с моими собровками из Беларуси. Которыми я, кстати, иду сейчас. По секрету могу сказать. Они уж завтра, наверное, уезжают. Или послезавтра. Араба. Учим турецкий увидел название. Я думал, автомобиль. Ото это авто. Ну, так и нет. Ну, можно автомобиль, вас поймут. Но вообще машину называют Араба. Как тот витрина у них такая стала тут. Ну, была она густо. Густо населена. Манекенами в одежде. Да, сейчас витрина. Какая-то стала такая. Это Фоломода магазин. Тут меня не знают. Хотя, я на рекламу можно сказать делать с 2019 года. Безвозмездно. Много людей. Тут мороженое, наверное, вкусное. Смотрю, много турецких людей. Синее такое мороженое. Интересное, да. Сколько шарик стоит. Интересно. Один шарик. Один шарик 20 турецких лир. Либо 1 евро, 1 доллар. Это шарик. Но это, скорее всего, козье. Но гарантировать не могу. Сейчас они делают и миксы. Делают козье смешанное с обычным. Ну, как бы, ну, в принципе, как бы должно 20 лир. Но, в принципе, в принципе, честно, я даже ожидал, что... Если это козье, то эта цена точно нормальная. Потому что я даже думал, что козье может дороже стоить. Ну, может быть, не козье. Не знаю. Но то, что там много турецких детишек с родителями, это значит, что оно качественное. Сейчас я сделаю. Сниму курсы покупки валют. Потом идет курс здесь сегодня 19.30 за доллар, 20.80 за евро, и 0.22 за российский рубль. Ну, где-то они могут отличаться. Где-то могут быть чуть выше, чуть ниже. Это возле... Прямо возле второго Вайкики. Здесь такие... То есть поворачивайте вы на Вайкики. Вайкики остается у вас слева, и вы идете в направлении Фоломода, и за ним сразу поворачиваете, потом еще раз налево и попадаете в Конакхан. Там же перлоплатином через две улицы туда. Короче, в любом случае все контакты в описании. И у Конакхан есть трансфер, кстати, за вами могут заехать в отель. И перлоплатином тоже есть трансфер из отеля. Вы можете связаться, и вас доставят и привезут сюда. Там он что-то будет красивое строить. Видите, дом затянули. Блин, сколько я буду стоять? Красный свет просто я стою, не нарушаю. Сколько я буду еще стоять? Не могу понять. Какой-то он длинный тем. Перлоплатином, друзья, сейчас очень-очень хорошие для вас скидки. Это, поверьте, это не 10 долларов будет, и даже не 20. Вот честно вам это. Это я вам обещаю просто, что скидки будут очень хорошие. И вот сегодня мы разговаривали со Сланом, и без камеры тоже он сказал, что если приходит, допустим, 10 моих зрителей, 10 человек разных или семей, то без покупки может уйти из 10 максимум один. Все остальные покупают, а покупают по 2, по 3, по 5 курточек. Если люди приходят с семьями, то покупают, вся семья одевается. Вот смотрите, что на нем. На нем рубашка, штаны, какие-то очень простые. Кроссовки и вот эта вот сумочка. Почти как моя. Чуть моднее. Ну, кстати, да, такая, в принципе, мне не помешала бы, может быть. Итак, цены. Кроссовки 399, брюки 379, рубашка вроде бы 259, и сумка 149. Такие вот цены. Это Y-Kiki, Y-Kiki. Второй, не первый, второй. Допоминаю, что чтобы попасть отсюда в первый Y-Kiki, вам совсем не обязательно куда-то ехать на такси, потому что вы будете идти вот так вот прямо и попадете в него уже через 7 минут. Кстати, друзья, на днях мы с Алибабой и Татьяной пойдем еще к одному хорошему другу Алибабы, и мы будем смотреть, друзья, как делают, ну, я не знаю, что там нам покажут, лохмаджунчики, пидешечки. Также там шашлычок, причем они находятся практически вот по этой улице от Ататюрка, но вот чуть-чуть вот, чуть-чуть в сторону джума-пазара, этого базарочка, где он раньше был, свернуть, и там уже, там реально, поверьте, совсем другие цены, не такие, как вот здесь по улице, если вы будете именно здесь по улице. То есть тут все будет дороже. И плюс то, что вы будете приходить от меня, мы договоримся какие-то скидочки там, ну, или скидочки, или какие-то бонусы там, или хотя бы чай со скидкой, или чай большой вместо маленького, но что-нибудь обязательно будет тем, кто придет от меня. Поэтому не пропустите, покажем. Также, друзья, еще раз, сейчас, в принципе, могу посмотреть на время, и если у меня есть еще 10 минут дополнительно, я могу, ну, как бы, есть и нет, не пойду я сейчас туда уже. Смотрите, вот мы возле Вайкики, переходим здесь дорогу, вот там идем, сейчас по правой стороне, там сразу, через полминуты, будет Мигросджет маленький. Это дорога, как идти на Красную башню, туда, поверху, по верхней части набережной порта. Мигросджет, сразу увидели Мигросджет, перешли над противоположную сторону, на левую, то бишь, и буквально два шага там по левой стороне магазин будет называться Троя Джуэлир. Троя, Троя, Троянский конь, Троя. Там родственник, реальный родственник, а не друг даже, реальный родственник, алибабы и вулкана. И у него много изделий из золота, и очень много изделий из желтого золота, причем высокого качества у него. Все, и они, ну, у них есть, как бы, фабрика своя, и у них очень много всего можно заказать на заказ. Причем можно даже с бриллиантами, друзья, они могут вам показать, рассказать цены, какие у них на бриллианты, там, на золото, там есть браслеты для рук, есть серьги, есть колеи, есть там все. Мы с Таней туда заходили, видео тоже уже на канале, в конце всплывет ссылочка. Если вы приходите к алибабе за обувью, и вас интересует что-то изделие из золота, вы можете сказать, алибабе прям чадо шкундура об этом, и он вас туда просто отведет, либо позвонит, придут за вами. Ну, в общем, обязательно тем, кто от меня, скидки. И тут того, где наши одно из самых вкусных мест, я тоже люблю. С большими тарелками. Ну, для кого большие, я по две съел, если честно. Я большой. Хотя, я не очень большой, есть люди в пять раз больше меня. Первый автобус. Вот. И пишите, пожалуйста, отзывы. Пишите отзывы. Сходили в магазин, там, купили кожаную курточку, перлоплатьем, напишите ваши впечатления. Купили обувь, напишите тоже. Я знаю, что писать многие не любят, но, пожалуйста, что касается покупок, напишите, чтобы люди видели, что это не я придумаю, что я не просто, это пустые слова, что там хорошие цены, что вас там ждут скидки, что качественный товар. Пишите, пожалуйста. Пусть те, кто не знает, пусть они читают. И воспользуются вашим потом опытом, так сказать. Так, я что-то, мы сейчас пойдем в сторону аквапарка, я может быть даже возьму себе 40-сантиметровую эту Донер, потому что что-то мне хочется съесть. Я сегодня один раз ел уже, но это было, а борщ я ел, да, я ждал утра борщ варил, потом лез спать в 7 утра, я проснулся уже, когда я проснулся, 3 часа я проснулся, начало 4-го, ел борщ. Но что-то я вот сейчас тоже хочу есть, потому что потом там уже вряд ли я где-то что-то куплю, поэтому сейчас либо мы идем в ту сторону, не знаю, буду ли я снимать, вряд ли, наверное. не хочет у нас в Минск сниматься, а когда хочет, потом они передумывают, ночью пишут, а удали нас, удали нас, под моих не буду больше снимать, но Донер может сниму просто, хотя не знаю, короче, но то, что я его съем, это однозначно, сниму ли или не сниму, наверное, не сниму, буду без вас есть, чтобы не поперхнуться, а то фейтера хватает, тепло сейчас, друзья, где-то 26 есть сейчас, когда ветра нет, особенно, когда ветерочек слегка, то 25, возможно, чуть он гасит тепло, это полвосьмого времени, 25 минут, 7-25, так, и здесь опять у нас начинается, ровно год назад, в этот день уже был салют, начинался фестиваль туризма, сегодня, как бы 27 мая, в прошлом году, в этом году он начинается 1 числа, кстати, наверное, будет салют 1 числа вечером, думаю, что да, и вот 3 числа в рамках фестиваля, будут выступать вот эти диджеи, девчонка и парень, в 21.00 на сцене, возле муниципалитета, сзади муниципалитета, там, где памятник от Ататюрка, в центре, 3 числа в 22.00 будет выступать, Танташ Чи, Танташ, Танташ Чи, ну, наверное, если я его неправильно называю, он не обидится на меня, но я обещаю посмотреть, что он поет, и, может быть, даже это что-то такое, что мне понравится, и, по поводу квартир, друзья, Maximus Invest, в описании под видео, в описании, есть ссылочки на видосики, которые мы делали с моим другом Халили, Maximus Invest, кому нужна аренда, можете обращаться, спрашивать, кто хочет на месяц приехать, дешевле, чем в отель, большой семье арендовать, большую классную квартиру, обращайтесь, Халили сразу скажете, что от меня, и также, кому нужны квартиры, квартиру сейчас купить можно дешевле, сейчас, в данный момент, пока есть варианты, которых, как бы, не было еще, ну, не было даже, ну, скажем так, то, что сейчас на стадии котлован, уже идет 135 евро, допустим, и ждать надо год, как минимум, можно такие квартиры сейчас купить, готовые, за практически те же 135, то есть, обращайтесь, это очень, очень маленькое, очень недолго будет, такое вот, такое вот предложение, так сказать, пока просто, многим отказали, в единожительство, и вот из-за этого многие продают квартиры, не хотят приезжать там раз, два раза в году, а хотят жить постоянно, но вот не получилось в НЖ, допустим, хотя, в принципе, насколько я знаю, владельцам, владельцам квартир, а, ну, это разве что закрытых районов, может, как бы, относиться, к закрытым у нас продолжают относиться, Махмуд Ларов, Саларка, Ржак, и еще что-то, я забыл, там могут не дать ВНЖ, даже по квартире, а так, в принципе, без проблем, причем, если вы покупаете Maximus Invest квартиру, полная поддержка у вас, оформление документов, любое там, даже вплоть до того, что если покупаете пустую квартиру, вы сказали, хочу, хочу такой фирмы холодильник, такой фирмы, там плиту, стиралку, так далее, так далее, все вам, без вашего даже присутствия в Алане, все вам найдут, все установят, даже ремонт, если нужно, вам сделают, переделают, все что угодно, и все это будет, даже без вашего участия, кто это, я не пойму, где, с какой стороны, разговаривает полиция, вроде обычной машины, но, видимо, не совсем обычная, одна машина со спецсвязью, и кто-то, по-моему, сейчас попал за то, что неправильно остановился, и парализовал немножко движение, паркует он его, сейчас будут разбираться, а с виду ехала обычная машинка, никаких намеков на то, что это полиция, так бывает, я, кстати, об этом слышал, да, что, ну, тут и не все полицейские ходят в форме, то есть, тут очень-очень-очень контроль максимальный, потому что Алания безопасна, и благодаря, в том числе, тому, что так относятся правоохранительные органы, то есть, они работают, так сказать, и под прикрытие, или как это называется, то есть, даже среди нас могут быть полицейские, которые в самых неожиданных местах вовремя окажутся, если они там нужны, даже без формы, то есть, они сами, их не нужно даже звать, они появятся сами, если не дай бог, где-то что-то, вот, поэтому, Алания это полная безопасность, даже в 3-4 часа ночи вы можете ходить, кто меня смотрит, мы ходим по промзонам, с вами гуляем, ой, все, фуникулерчик там вон далеке поехал, его видно даже отсюда, ух ты, это получается, все так напрямую сейчас и футбол, мы уже выйдем на фуникулерчик, а я жду наших, наших сябровочек, сябровочек, о, 7.29, четко, вот не буду больше показывать, вообще не буду снимать, все, не буду, все, друзья, такая была прогулка, еще раз, Romero City Hotel, привет, всем, отдыхал, всем пока, мира добра позитивов, сейчас плывут все ссылочки, вы их уже видите на магазины, где пароль Ромко Роке работает, и где вас ждут, пока, теплого моря всем, кто здесь, и где вас ждет и ждет, потому смешно. Продолжение следует...